Продолжение следует... Люди узнали об этом, люди стояли, ждали. Что-то на уровне военных, вроде политики не пошло ни в план. Уехало бы людей намного больше. Люди сидели до последнего, ждали и ночевали на улице. И ходят неделями, две недели ходят с сумками, прибегают, сидят самыми днями. Нет автобуса. Просто недоговоренность идет. Русские уже пришли, они ничего плохого не так не делают. Я не могу сказать, что они пришли и начали что-то. Просто они уже пришли, захватили территорию, считают, что это их территория. А население что остается, надо же... Они помогают, они еду дают. Русские на самом деле очень... Ну, если спросите, многие люди скажут, что русские хорошо себя ведут. Хорошо себя ведут. Когда начали обстреливать город, меня увезли в завод, сказали, что там безопасно. Там действительно было безопасно, только какого-то времени. Потом взяли с кольцом и просто не могли выйти. Обстрелы постоянно были. Слепило очень сильно. Там стояли наши военные, они такие, да ладно, что ты. Ну, успокоили нас. Мы постояли, посмеялись. Потом зашли в автобус, поплакали, потому что они там остаются. Мы выехали за территорию завода. Очень много остановок было, потому что они заправились, то еще что-то. Они очень тянули время. У нас было две остановки в селе без именем. Вот. Там мы ночевали в лагере, там, где нас обыскивали. Потом утром мы отправились в сторону Мангуша-Бердянска. Под Бердянском мы переночевали в школе. Абсолютная тишина была. Абсолютная тишина была. Ну, я лично ничего. Ну, город, по-моему, тогда не обстреливали, но я же говорю, когда мы выехали из города, сразу, сразу, моментально прилетать начало просто. Девушка, вы созвонились?